здравствуйте на библейский портал взгляд пришел очередной вопрос слышит ли господь наши молитвы если мы обращаемся к нему страстном нераскаянном состоянии я думаю что человек который начинает обращаться к богу в молитве он уже начинает путь покаяния он уже поворачивается к богу и ощущает потребность в том чтобы обратиться к богу с молитвой поэтому вот состояние нераскаянное и состояние покаяния оно происходит изменение это внутреннее изменение происходит в человеке постепенно сначала он обращается с молитвой а иногда бывает так что человек начинает молиться когда что-то угрожает его жизни или может быть он оказывается в такой ситуации где он понимает что он сам своими силами не может ее разрешить и начинает молиться может быть действительно в этот момент он еще не пришел к покаянию то есть он еще не пришел в такое состояние когда он хочет отказаться от всей своей прежней жизни нет он просто обращается к богу потому что он не знает как выйти из той или ситуации то есть его молитва она продиктована вот этим страхом каким-то за свое будущее и можем ли сказать слышит ли бог молитвы такого человека или не слышит бог дает это видно из жизни разных людей бог дает возможность для покаяния каждому человеку и пока мы живы бог может изменить нашу жизнь и это значит что он слышит наши молитвы но вот дальше уже происходит как бы ответ на молитву человек оказывается в тех или иных обстоятельствах иногда человек считает что если он помолился то значит все должно стать так так как он хочет это часто так не происходит наоборот человек помолился и какие-то обстоятельства в его жизни заставляют его принимать серьезные решения и может быть от чего-то отказаться может быть как-то серьезно изменить свою жизнь и это тоже будет ответ бога на молитвы человека поэтому я думаю что бог слышит молитву каждого человека но дает человеку то что ему будет полезно для спасения поэтому когда мы молимся давайте не будем забывать как сказано в молитве очень наш да будет воля твоя то есть когда мы молимся мы этим самым принимаем что бог приходит в нашу жизнь он приходит в наше сердце и он начинает менять нашу жизнь так и делать ее такой какой она должна быть и мы должны просто принять волю божью в своей жизни и постараться ее изменить и вот это покаяние это и есть изменение внутреннее изменение человека конечно прийти к нему бывает очень сложно но мы должны встать на этот путь и идти по нему для того чтобы получить самое главное получить спасение внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео вам спасибо за просмотр! Продолжение следует...